слава иисусу христу господь царствует и правда его пребывает вовек друзья мои хочу поделиться с вами словом которое бог вложил мое сердце проповедовать вам проповедовать на всяком месте евангелие не стыдиться благовествования потому что на самом деле господь нам говорит своем слове идите и проповедуйте и научите все народы крестя их во имя иисуса христа и нас будет сопровождать множество знамений но на самом деле сейчас мое слово немного о другом слово моё называется так бери свой крест и иди за мной это говорит иисус христос бери свой крест и иди за мной многие люди они не хотят брать этот крест и идти за иисусом многие люди не хотят просто оставлять оставлять то что им близко многие люди не хотят оставить от греховных каких-то привычек до откажись от греха от греховных благ то есть те блага которые нам дает этот мир разврат и тому подобное люди не хотят это оставлять это если его это все оставить это означает что нужно взять свой крест и идти за иисусом все тяжести проблем и трудности неразрешенные какие-то вопросы которые в вашей жизни есть их берите с собой и идите вслед за иисусом господь призывает нас я хочу зачитать место из писания это евангелие от матфея 10 37 аллилуйя слава богу 10 глава 37 стих написано такие слова кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня и кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня и кто не берет креста своего и следует за мною тот не достоин меня очень такие слова которые не каждый человек может их принять потому что как это не любить своих детей не речь не об этом господь нас нам говорит любите детей ваших почитайте родителей ваших да но здесь говорит кто любит отца или мать более то есть более нежели меня господь здесь показывает нам что бог должен быть на первом месте и когда бог будет на первом месте тогда все остальное будет на своих местах тогда мы не сможем любить и отцов и матерей и детей наших потому что бог нам эту любовь вложит в сердце это любовь агапе совершенная божья любовь только так мы сможем полюбить свою жену только так мы сможем полюбить свою маму или отца или детей когда у нас будет излита совершенная божья любовь которая с греческого она как агапе звучит хорошо и вот смотрите что господь говорит дальше и кто не берет креста своего и следует за мной тот не достоин меня приходится к сожалению встречать таких людей которые ходят в церковь молятся богу но потом выходят из церкви и дальше живут своей жизнью обычной жизнью греховной жизни они не хотят избавляться от тех привычек они не хотят брать этот крест и идти за иисусом но здесь пишет кто не берет своего креста и следует за мною то есть кто не отказывается от этого мира и идет за мною не достоин меня говорит господь это истина это евангелие от матфея я вам сегодня проповедую и ущивание вам для того чтобы отказывались от этого мира как однажды отказался я от этих мирских благ от этих греховных дел которые повязали меня по рукам и ногам которые не давали мне продохнуть я отказался избавился от этого и стал господь вот я бери делать что хочешь со мной я тебе буду служить и я иду за тобою и на самом деле я думал что тяжело ноша но тяжело мне будет тяжело мне будет нести этот крест аллилуйя но вот смотрите я вам хочу еще сказать чтобы человек который ведет двойную жизнь который отождествляет себя с этим миром не угоден богу на самом деле нельзя служить двум господам до написано слове нельзя служить богу и мамоне да и не нельзя к примеру быть в этом служить этому миру и то есть в нем вариться в этом мире заниматься этими мирскими делами а тут я прихожу аллилуйя слава богу ну то есть все хорошо не она не угодно в очах господа угодно в очах господа чтобы господь был на первом месте и чтобы мы брали этот крест и несли как священники чтобы мы шли за богом и благовествовали мир марка 15 глава двадцатом стихе написано так евангелие от марка сейчас я вам засчитаю евангелие от марка 15 глава 20 стих здесь написано так 15 20 и когда иисуса вели побитого когда издевались над ним когда насмехались над ним когда пилат его придам предал на казнь когда пилат отдал приказание распять его воины они насмеивались они убили они его унижали вот и все его смотрите как оно произошло когда же насмехались над ним сняли с него багряницу одели его собственные одежды его и повели его чтобы раз пять его люди осатанели люди осатанели они не видели в нем бога они плевали издевались над ним приближение дня пасхи это проповедь и еще понятие насколько господь страдал и насколько он мучим был за грехи наши из-за беззакония наши наказание мира нашего было на нем на иисусе христе он понес все страдания он понес все болезни он понес все побои он подел все проклятие он забрал все немощи и болезни на крест и ранами его мы исцелены это обетование божье ранами иисуса христа мы исцелены это надо было ему пройти тяжело ему было очень тяжело потому что он шел подобие человеческом 21 стих и заставили проходящего некоего кириньянина симона отца александрова и руфова идущего с поля нести крест его иисусу было тяжело он нес этот крест проходил симон кириньянин воины увидев его схватили его и сказали помоги ему нести крест и симон взял этот крест и помогал ему нести и вот что я хочу сказать возлюбленные мои возлюбленные богом люди не бойтесь брать этот крест на себя не бойтесь брать свой крест и нести и идти за иисусом запомните очень важно акцентирую когда вы взяли свой крест и идете за иисусом то всегда найдется тот симон который поможет вам нести этот крест и если вы думали что вам будет очень тяжело на самом деле бог даст благодать и даст тех людей рядом которые помогут вам преодолеть всякую трудность у вашей жизни я вам хочу сказать чтобы мы не боялись идти за иисусом чтобы мы не боялись креста что мы брали этот крест и шли за ним и бог благословит и даст силы и даст крепости и и будем иметь благословение от него от иисуса христа да прибудет с вами господь во имя иисуса христа аминь